Лучший друг человека все же кошка. Уверены в доме 3008. В нашу редакцию обратились жильцы второго подъезда этой многоэтажки. Без их согласия в доме прописались серые хвостатые личности. И в прямом смысле мышиная возня в квартирах, по словам хозяев, длится более 10 лет. Каждый выбрал свой способ борьбы с грузунами. Но они не в состоянии поменять ситуацию в корме. Окончательно отбить дома мышей пока не получается. Ребята, давайте жить дружно. Но этот принцип известного кота здесь не работает. Жители 3008 много лет ведут борьбу с армией грызунов. Кот в этой войне – одно из главных орудий. Вот наш кот, он такой друженик, он ловит мышей у нас. Домашние питомцы порой поражали хозяев результатами проделанной работы. Я вот сколько себя помню, с тех пор мыши уже у нас бегают, здесь ходуном ходят. И всегда у нас кошки были, всегда кошки работали, как труженики. Но где-то бывало до четырех в день кот ловил. Соседи Веры Сергеевой доверяют современным средствам. Против мышей они используют специальный клей. Он здесь везде – и по периметру квартиры, и внутри мебели. Мыши у нас появились уже с 2000 года. Первоначально несколько штук бегало, но мы их ловили на клей. Но очень много расхода на клей. Клей кругом расставляли. И за неделю мы набрали их 22 штуки. Свежий улов каждое утро. И после каждого сбора урожая – новая порция клея. Кстати, один его тюбик стоит в среднем 80 рублей. Его едва хватает на два дня. Два дня – это очень редко, когда клей стоит. Потому что одна-две все равно лежит. На кухне две, здесь две, в ванной пробежит. Очень много. Ну, понимая, там одна мышь в месяц пробежит, но ежедневно две-три – это уже слишком много. Жильцы второго подъезда дома 3008 уверены, что мыши передвигаются по вентиляционным шахтам и по мусоропроводу. И их подозрения не беспочвенные. Ведь это – настоящий рай для грызунов. Здесь всегда можно чем-нибудь подкрепиться. Первое время я заявки давала, потом уже перестала, потому что бесполезно уже обращаться. В ЖЭКе заверили, что работа ведется по каждой заявке. Кроме того, регулярно проводится общая обработка дома. График два раза в месяц, но и через две недели. Обрабатывается, ложится приманка в подвалах, в мусорокамерах, на чердаках. В подъезде мы приманку не можем положить, потому что это яд, и жильцы, и кошки там, и все. В организации «Санветсервис», которая занимается санитарной обработкой жилых домов, пояснили, что со временем грызуны могут вернуться на обработанное место. А еще в каждом доме существуют труднодоступные для дезинфекции места. Однако пообещали выехать завтра на участок и более детально разобраться в проблеме. Александр Елисеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.